Перед вами садится человек, у которого мать Украинка, отец русский. И моя победа состоит в том, что я покинул власть. Я его очень активно поддерживал, когда он в первый срок дежурил. Очень. Драма моя. Как и я, думаю, драма нашего, всего Содружества, Союза. Я, тем не менее, не хотел ни в одном, ни в другом случае, чтобы мы не схлопотали гражданскую войну. И моя победа состоит в том, что я покинул власть. И для страны, и для мира наши решения перестроечные открыли дорогу, поворот сделали. В направлении сотрудничества, в направлении укрепления мира, сохранения мира. И я и сейчас жалею, что мне не удалось довести до конца. Перестройка оборвалась тогда, когда начали решаться вот эти фундаментальные вопросы, без которых нельзя построить новое общество, не опираясь на сам народ, не вовлекая его в это. А если разве другие, вот в моде у сторонников Владимира Путина ручное управление. А я думаю, что это ошибка. Я его очень активно поддерживал, когда он в первый срок дежурил. Очень. И я думаю, что это было полезным. Но потом у нас расстроились как-то отношения. У меня много было за это время выступлений, критических по такому плану. Он срывается. Однажды он сказал, надо укоротить язык Горбачеву. Огружение достойное. Подобрал он его, и оно работает, оправдывает. Ну так, это же ведь не критерий того, что все хорошо. А потом вы посмотрите, куда это окружение. И близкое, и далекое. Самое главное, что и близкое, прямо рядом. Сколько воров тому, коррупционеров. В таком состоянии страна будет так дрейфовать, как льдины в ледовитом океане. Перед вами сидит человек, у которого мать Украинка, отец русский. Моя жена, покойная Раиса, Украинка. Вот, вот что такое наше общество. Украина, как государство, появляется при советской власти. А до этого это была территория Украины, России. А государственное оформление при советской власти она получает. Когда закончило Беловежское соглашение и начал распад Союза, то надо было обговаривать о судьбе Крыма, за который столетия положили русские. Они же создали это, всю страну и все. Я думаю, что все-таки надо сейчас, чтобы привести, успокоилась ситуация на Украине. Это нужно всем нам. Не только украинцам, которые там задействованы, но и Европейскому Союзу, и России, и Соединенные Штаты. Так почему же мы не сядем, и неужели такая махина, мощь, и не можем договориться о том, как решить эти вопросы. Пока есть особенно оружие и массовое уничтожение, и ядерное, в первую очередь, это колоссальная опасность. Вот все народы должны заявить, все народы, что ядерное оружие должно быть уничтожено. Это мы будем спасать себя и планету.